Серьез вытворчусь. В возле могут попрацовать в час летний каникул старшеклассники. У приватности в Хотимском районе. Посредникам помимо школы и местовой господаркой у организации такой занятости выступает сельский совет. Под обязанностью у Татьяны Сергеичек. На зерне току работа кипит. У машину загружают зерни, вязут до сушилки. Теперь до працы приступают старшеклассники. В основном мы подметаем зерно. За 7 дней вот это, что с июля зарплата 800 тысяч. Мы сюда приходим к 8 часам, ну и с обедом уходим в 4 часа. Ну, не тяжело, только что рано вставать. А так все нормально. Рано это во сколько? Рано, но я, например, встаю в 7, а надо сюда в 8 идти. Праца не тяжкая, однако додатковая сила для господарки у часа жнива вельми необходна. Школьники у промым сенси слова допомогают, кажуть у сельхозпроемстве. Поступало нам по 300 тонн, 400 в день разных культур зерновых. И без ребят нам здесь не обойтись, так как они все подметают, подбуртовывают. Взрослых практически нету, которые занимаются такого рода работой. И по дисциплине ребята, то, что им дается объем работы с утра, то все выполняется. У час летних каникул организовал работу для старшеклассников сельский совет. И он выступил посредником помеж господаркой и школой. Таким чином у везда Забялышин Хотимского района створны два отрады. Один працуя на зерне току, другий – за лику выпускников. Наши в лагодочем комплексе. Все прошедшие годы у нас работали школьные экологические отряды. В основном они работали на благоустройстве территории сельсовета. В этом году мы решили и по желанию детей, чтобы работу организовать в нашем хозяйстве. Получают довольно нормальную зарплату. По сведениям, ребята, которые работали на зерно току, получат около 2,5 миллионов денег. А которые работают в животноводстве – около 4 миллионов зарплаты. Восьмый год за пар. Хотимский райсовет у час летних каникул организует школьникам третий проционный семестр. И сельские советы наймают старшеклассников у основанных на фарбоку огороджу у везках. А селета вы решили организовать их часовую занятость у сельгазпредприемствах. Тетяна Сергійчик, Александр Тарасов, Новиниргіон.